В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Водозаворный узел в деревне Горки обеспечивает чистой водой ближние населенные пункты. Скважина 80 метров и Олександр-Проплинский, который 240 метров. Сотрудники еще двух предприятий получили из рук главы муниципалитета памятные медали. Мне кажется, любая награда, любая грамота или просто доброе слово, оно всегда для человека важно. В историко-культурном центре обновилась экспозиция видновской художницы Анны Мезиной. Люди, которые уже приходили на эту выставку, сказали, что нельзя лишать детей все-таки тоже возможности посетить и посмотреть мои картины. Программа «Чистая вода», которая работает в подмосковном регионе с 2014 года, призвана решить проблему некачественной воды. Водозаворный узел в деревне Горки – один из способов предоставлять жителям хорошую воду. Наша съемочная группа отправилась туда и узнала, как он работает и сколько чистой воды может предоставлять населению. Вопрос обеспечения чистой водой деревень Горки, Белиутова и жилого комплекса «Май» отпал с введением около двух лет назад нового водозаборного узла. Это один из ярких примеров того, как губернаторская программа «Чистая вода» работает в муниципалитете. Добывается вода из артезианских скважин. Три скважины, Подольско-Мечковский горизонт, который берет воду 80 метров, скважина 80 метров, и Олексинско-Пропинский, который 240 метров. Поступая на водозаборный узел, вода проходит необходимую очистку от примесей железа. Для этого здесь находятся шесть емкостей. Далее она поступает в резервуары чистой воды, где отстаивается, а после через установки ультрафиолета проходит непосредственно к потребителю. Станция водоочистки производит 50 кубических метров в час. Сутки объем воды, которую мы забираем со скважина, где-то 600 кубических метров. Этого хватает вообще для этого поселения? Для этого поселения это вполне достаточно. ВЗО работает полностью в автоматическом режиме. Работники только снимают показания датчиков, а также еженедельно отбирают пробы питьевой воды и отправляют их в лабораторию для контроля качества согласно требованиям Роспотребнадзора. Подобных станций водоочистки в нашем муниципалитете на сегодняшний день порядка 30. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Все ближе празднование 90-летия Ленинского района. В связи с этим работникам крупных производственных предприятий, расположенных на территории муниципалитета, вручаются памятные медали, выпущенные к этому юбилею. Нередко церемонию награждения проводит глава района Валерий Венцель. Очередное чествование передовиков производства и социально активных работников прошло на предприятии «Албис». Производственное объединение «Албис» является одним из крупнейших предприятий муниципального образования. Оно занимает площадь почти в 6 гектар. Более 20 лет здесь выпускаются различные отделочные материалы. Штат специалистов составляет порядка 1200 человек. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков муниципалитета. Хотел бы вас всех в первую очередь поблагодарить за работу, поблагодарить за активное участие в общественной жизни нашего муниципалитета. И хочу поблагодарить, что вы вносите вклад и в бюджетную составляющую нашего муниципального образования. В этот день глава района вручил памятные медали 59 сотрудникам учреждения. Российское производственное объединение «Албис» принимало участие в строительстве более 500 объектов на территории России и СНГ. Среди них станция Московского метрополитена, международные аэропорты, Шереметьево-2, Домодедово, Внуково. Все спортивные сооружения, построенные к чемпионату мира по футболу. Я думаю, что те награды, которые Валерий Николаевич сегодня вручил, в преддверии дня нашего профессионального праздника, Дня с правительством, будут дополнительным стимулом для хорошей работы и хорошего отдыха. Спасибо вам всем большое за ваш труд и за ту работу, которую вы проводите и на предприятии, ну и, надеюсь, своим трудом позволяете району жить лучше и богаче. По окончании церемонии глава муниципалитета кратко рассказал о мероприятиях, которые планируются проводить в день рождения района и пригласил всех собравшихся присоединиться к торжествам. В преддверии праздников, которые мы будем отмечать 14 сентября, я хотел бы вас всех пригласить на празднование 54-летней годовщины со дня образования города Видное и 90-летней годовщины со дня образования Ленинского муниципального района на наши торжественные и концертные мероприятия. В ближайшее время планируется, что глава района посетит еще несколько предприятий муниципалитета. Максим Козлов, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ. В продолжении темы. В преддверии юбилея района свои награды получают работники всех направлений. Счастливыми обладателями медалей стали сотрудники Пенсионного фонда Ленинского района. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В ходе своей рабочей поездки глава Ленинского района Валерий Венцель посетил главное управление Пенсионного фонда номер 8. Он отметил работу сотрудников, которые ежедневно сталкиваются с проблемами жителей, нуждающихся в социальной поддержке, и поздравил их с приближающимся юбилеем района. Я хочу всех вас от имени администрации, от имени совета депутатов нашего муниципального района поблагодарить за взаимодействие, за взаимопонимание, за соработничество, потому что еще раз хочу повторить, только вместе мы можем справиться со всеми вызовами, которые перед нами стоят. За свой многолетний труд 29 лучших работников получили из рук главы юбилейные медали в честь 90-летия Ленинского района. Валерий Венцель отметил, что власти нацелены на перспективное развитие, но также не забывают о традициях муниципалитета. Среди тех, кто получил награду, Марина Жмырева. Именно она встречает посетителей, обратившихся в Пенсионный фонд. Мы представляем первое звено Пенсионного управления. То есть люди непосредственно в клиентскую службу обращаются. И по нашему настроению уже оценивают по приему, как работает Пенсионное управление. По словам сотрудников, юбилейные медали – это не только оценка деятельности, но и большая ответственность. Мне кажется, любая награда, любая грамота или просто доброе слово, оно всегда для человека важно. И то, что это оценили в 90 лет, это такая память, она останется на всю жизнь. Не только для меня, но и для моих внуков, для моих детей. И они все будут этим гордиться. 90-летие Московской области и Ленинского района будет отмечаться 14 сентября. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Видновский живописец Анна Мезина в связи со сменой экспозиции в районном историко-культурном центре решила провести небольшую творческую встречу с молодежью. Вопросы художнику задавали как ребята, так и наша съемочная группа. В середине июля видновская художница Анна Мезина представила в районном историко-культурном центре свои работы, относящиеся к категории 18+. А 1 августа она обновила экспозицию, выставив на ней свои работы, которыми могут полюбоваться все без исключения. Люди, которые уже приходили на эту выставку, сказали, что нельзя лишать детей все-таки тоже возможности посетить и посмотреть мои картины. Поэтому было принято решение сделать вторую экспозицию. На ее открытие Анна пригласила молодежь, которая интересуется творчеством. Гости могли задать свои вопросы художницы. Среди них было много ребят из территориального молодежного совета «Старый город». Неудивительно, что их очень интересовали картины с изображением родных мест. Был написан пейзаж на реке Бица. Также чуть позже был написан Супановский парк наш. И сейчас в работе находится еще один пейзаж из «Старого города». Вопросы звучали самые разные. О том, как все начиналось, о вдохновении и техниках, о творческих планах и любимых жанрах. У вас очень много фэнтези-картин. Откуда вы берете идеи для создания таких картин? Большинство картин, написанных в стиле пэнтези, мне снялся. После того, как ребята задали свои вопросы и посмотрели небольшой фильм о художнице и ее творчестве, Анна пригласила гостей на осмотр новой экспозиции. На выставке много пейзажей. Видновский художник Анна Мезина любит путешествовать. Впрочем, родные места тут тоже легко узнаваемы. Михаил Трейстер пришел на встречу с ручной лисой Эйми, которую многие видели в контактном зоопарке в Центральном парке. Михаил уже давно дружит с Анной, тем не менее, не упустил случая задать свои вопросы художнице. Мне кажется, что лишняя загадочность, она как-то портит людей. Особенно в 21 веке все пытаются быть какими-то индивидуальными, загадочными. Нет, нужно быть каким-то чуть более открытым для общения. Как вот Анна Мезина, мне это очень привлекает в ней, так сказать. Вот это ее открытость, общительность. Под конец встречи гостей ждал приятный сюрприз. Анна Мезина подарила несколько картин присутствующим. Мне очень нравится эта картина. Как она нарисована. И мне очень нравится техника рисования письма маслом. Встреча понравилась как самой художнице, так и гостям. Мне понравилось, как абсолютно все ребята, они вообще подготовились. Мне кажется, что мне было интересно, чтобы они вот именно задали вопросы те, которые сейчас интересуют молодежь. Вот в этом был именно интерес. И мне был интерес, чтобы ребята максимально как бы приняли в этом участие. И они это сделали. И я им за это очень благодарна. Очень приятно, что в нашем городе присутствуют такие замечательные люди, которые ничего не требуя взамен пишут, представляют, показывают молодежи. Анна Мезина уверена, рисовать может каждый. Для этого лишь необходимы желание, усидчивость и время. И все обязательно получится. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok